Здравствуйте! С вами снова Диаконова Василина. Мы находимся в Камчатском дворце детского творчества. Мы приехали сюда на братчатый концерт, приуроченный к Дню Победы. Прямо за моей спиной проходит флешмоб, организованный Камчатским дворцом детского творчества в честь 9 мая. День Победы День Победы – это в первую очередь выражение своей благодарности всем ветеранам. Это показывает то, что каждый из нас гордится тем, что мы победили в войне, и показывает свою благодарность. В первую очередь этот праздник дает нам повод позаботиться о тех, кто однажды отдавал свою жизнь для нас, вспомнить о них. Ну, единственное, неправильно то, что мы вспоминаем только в этот день, хотя надо допомнить об этом всегда. Главное, что каждый ребенок начинает думать об этом, ему говорят, и он задумывается. Каких-то новых историй о войне, возможно, снова проникнутся. Особенно, когда встречаешься с ветеранами, ты больше начинаешь задумываться об этом, больше думаешь о том, что именно эти люди воевали, и даже как-то плакать хочется. Жду то, что у меня вызовет слезы что-то. Ну, безусловно, это важно для нас, для каждого человека, и в жизни каждого этот день и приготовление к самому важному дню, можно так сказать, в этом месяце. Это важнейший день, ведь не будь этого дня, ну, точнее, подвига, который был совершен в этот день, не только в этот день, и на протяжении всех лет войны, мы бы сейчас даже не факт, что стояли бы здесь. Мы благодарим ветеранам за все, за то, что они нам дали сейчас. Мы благодарны за наше чистое небо. Мы очень им благодарны, потому что все, что у нас сейчас есть, они нам дали. Они подарили все нам то, что мы сейчас видим. Ну, я думаю, это самый великий праздник, самый ценный, и это для нас свято. И мы вот сейчас по форме, мы чтим, мы помним, мы уважаем труд и тех, кто погиб, защищая нас. И они погибали ради нас, мы живем сейчас для них и в их словах. Эмоции потрясающие, великолепные, дети старались. И это очень круто, когда есть такие ребята, которые продолжают труд своих предков и чтят их память. Это очень круто, и у меня шикарные эмоции. Для меня День Победы значит все. У меня бы ничего не было, и у моих друзей, и моих знакомых бы не было той страны, того счастья, которое есть сейчас у каждого россиянина и вообще у каждого человека в мире. Это великий день, которому, естественно, все мы рады, что он произошел. Молодому поколению, ну, каждый год празднуется День Победы, и это, конечно, здорово. Люди радуются, а выступления, как бывают такие патриотические, ну, грустные, печальные, бывают и веселые, но все-таки для меня в этом празднике радости мало, потому что это все-таки печально. Молодому поколению хочется пожелать, ну, понимать вот эту грань, то, что этот праздник — это все-таки дань памяти, ну, это Дне Веселия. Добрый день! Сегодня мы находимся в Дворце Творчества на акции, посвященной истории Георгиевской ленточки. Давайте узнаем получше, что здесь происходит. Здесь происходит лекция о истории Георгиевской ленты, как она появилась, и небольшой, можно сказать, обучающий семинар, как данную информацию рассказать в своих школах, в узких школах, активистам РДШ, Российское движение школьников. Ребята пришли поучиться и посмотреть, как можно в интересном формате преподать и заинтересовать своих товарищей, с которыми они вместе учатся. О значимости таких мероприятий, которые проходят сегодня. Потому что я думаю, что очень много уже было сказано о том, что для всех назначен Георгиевская лента, для кого-то это личное, для кого-то это что-то общественное, в любом случае символ на данный момент 9 мая. Но я хочу сказать о значимости данных мероприятий, когда ребят учат рассказывать об истории Георгиевской ленты. И это очень важно, чтобы именно от старшеклассников, более младшие ребята слышали эти слова, чтобы это передавалось, чтобы была связь поколений. И очень важно сохранять историю о войне. Ну, это очень важно. В наше время, ну, молодежь не очень сильно этим интересуется, но мне кажется, что каждый должен знать историю. И должна быть хоть какая-то, не знаю, тема, на которую могли бы поговорить все. Ну, например, вот Великая Отечественная война, ей мало, в принципе, кто интересуется, но все же знают, что она была. Должно быть такое. Здравствуйте, с вами Диаконова Василина. В преддверии Величайшего Дня Победы в нашей школе проводится акция, посвященная истории Георгиевской ленты. И давайте поподробнее узнаем об этом. Ну, во-первых, молодое поколение должно знать, откуда вообще родилась Георгиевская ленточка. Что она значит сейчас для многих из нас? Зачем ее одевают перед 9 мая? Ребята нашего поколения, я думаю, уже меньше задумываются о том, зачем они носят. Носят ее просто как красивое украшение. А все-таки дети должны знать.